Приобщиться благодати Божией или подзарядиться астральной энергией. Священник Валерий Николаевич Духанин В некоторых кругах нашего общества распространено заблуждение, которое ярко отличает оккультное мировоззрение от христианского. Окультист мыслит категориями космической или астральной энергии, которой якобы можно подзарядиться на земле определенным способом – медитацией, ритуалом. Христиане же приобщаются благодати Духа Святого, нетварной энергии Божией. В этом отношении христианство отличается от мистика оккультных систем так же, как отличается полноводное озеро от песчаной пустыни с ее миражами, иллюзорно представляющими хранилище вод. Космическая энергия для оккультистов – это как бы энергетический потенциал мироздания, из которого можно заимствовать силы для личной подзарядки. Подобно как водитель заправляет на заправке топливом свой автомобиль. Часто оккультисты говорят об энергетике, которая присутствует не только в астральной сфере, но и в самом человеке, наподобие биополя, и которая может трансформироваться из одной сферы в другую. Известный апологет оккультизма Папюс в своем произведении «Практическая магия» писал, что наивно было бы думать, будто сами по себе ритуалы и заклинания что-то делают, но Мах свою физическую и психическую работу превращает в астральную энергию, которую сосредотачивает на принадлежностях магических ритуалов. И подобно тому, как громоотвод принимает на себя электрический разряд молнии, так и Мах по мысли Папюса воспринимает энергию, сосредоточенную в системе астральных сил. Упомянутое оккультное мировидение по существу есть язычество пантеистического толка, обожествляющее космос и наделяющее силы природы духовным могуществом. Для оккультистов божество – это некое высшее энергетическое начало, которому, как безликому, невозможно молиться, но с которым можно соединиться посредством самонастроя, особых психических упражнений и медитации. Самое же печальное то, что и на христианские храмы оккультисты смотрят, как на альтернативные места подзарядки. Сейчас-то уже не так, а в 90-е годы 20 века экстрасенсы повально спешили в храм, чтобы именно подзарядиться. Некоторые перед уконами специально расставляли руки с растопыренными пальцами, чтобы зарядка была наиболее продуктивной. Даже невежественные колдуньи и те считают, что в день Пасхи во время крестного хода надо прикоснуться к замку, повешенному на двери закрытого храма, взять энергию. Окультисты вообще полагают, что храмы, не только христианские, но и мусульманские, и языческие, религиозные здания, раньше строили там, где космическая энергия действует с особенной силой. Если же стать под купол, говорят некоторые из них, то можно якобы почувствовать, что какая-то энергия пронизывает тело. По сути дела это кощунство, так как вместо личного обращения к Богу, человек в храме обращается к космосу словно всемогущему, хотя и безликому божеству, частицу силы которого воспринимать он желает. Субъективное переживание подзарядки для оккультистов выше, нежели личностное общение с Богом. В самом христианском храме им не нужен Христос, не нужны его заповеди и небесное царство, которому Спаситель всех нас призвал. Верно говорил о подобных людях Господь. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Если выразиться образно, адепт оккультизма превращается в электроприбор, которому для подзарядки нужно всего лишь подключиться к бездушной сети с электричеством. Здесь нет нужды молиться кому-либо, поскольку божественным де-факто признается сам космос, а вместо неотмирной благодати Духа Святого исповедуется холодная энергия мира сего. Такое понимание духовности существовало со времен древнего политеизма. Исследователь религии Индии, князь Трубецкой, описывал формирование подобной психологии в религии индусов. В самом деле, если Бог нравственно ничем не выше людей, подразумеваются языческие божества, если не они творцы мира, то ясно, что все им совершаемое могло бы быть совершено и человеком, если бы этому последнему удалось достигнуть такой же магической силы. Откуда эта сила у Богов? Магическая сила Богов состоит в том, что они накопили энергию подготовительной аскезы в большем количестве, чем нормальный жрец. А раз этот секрет найден, человек сразу получает новое задание. Постараться накопить энергию подготовительной аскезы в таком количестве, чтобы творить чудеса непосредственно, без помощи Богов, и таким образом сравняться с Богами. И отдельные личности с жаром принимаются за выполнение этой задачи. Окультисты, так же как и православные христиане, могут проводить внешне подвижнический образ жизни, поститься, внутренне отрешаться от соблазнов и страстей мира сего. Это делается также для утончения собственного естества, которое благодаря аскезе становится более открытым миру духовному. Но, если в христианстве подвижники благочестия через утончение своего естества вступают в общение с Богом и его ангелами, то оккультист посредством аскезы делает себя более доступным ангелам падшим, которые подают ему откровения, воспринимаемые обольщенным умом, как истина в последней инстанции. Йоги или буддистские аскеты прямо скажут, что голодание подготавливает человека к принятию духовных сил. Но что это за силы? И откуда приходят они? Духовную энергию нельзя рассматривать как бы саму по себе, вне личностно, ибо она есть проявление духовных существ и потому отражает их состояние, доброе или злое. В житии святых Киприана и Иустины повествуются, что, будучи первоначально колдуном, Киприан соблюдал строгий пост. Отрешая душу от привязанности к чувственному, оккультистам легче соприкасаться с их невидимыми помощниками. При внешнем сходстве аскезы внутреннего содержания ее у христиан и оккультистов оказываются глубоко различными. Соответственно, противоположными являются и источники духовной силы. У христиан это сам Бог, дарующий благодать Духа Святого. У оккультистов это невидимый мир, люцифера и демоническая энергия. Так что сами по себе чудеса, экстрасенсорные способности и дарования, неспосланные оттуда, еще не говорят о том, что данный человек благословлен Богом и что все им совершаемое полезно для души и способствует ее вечному спасению. Вся суть заключается в том, чем наполняется подвижничество, во что верует аскет, к чему обращено его сердце. В христианстве это Христос, в оккультизме саморазвитие и тайные силы. А что же, собственно, есть благодать Божия? Почему мы говорим, что она осеняет иконы, храмы, пребывает в православных святынях? И что самое удивительное, почему Божья благодать на богословском языке именуется энергией Божией? Если ответить просто, то можно сказать так, что Божья благодать есть невидимая, освящающая сила Божия, действием которой преображается и просветляется душа человека. В приобщении благодати мы постигаем самого Бога как животворящий источник вечной блаженной жизни. Действительно, благодать иногда называется термином «нетварная энергия Божия». Слово «энергия» греческое, смысл которого значит «действие», «проявление». Мы не можем постигать сущность Божию, то есть познать, кто есть Бог в самом себе. Вместе с тем Бог открыт для познания. Он открывается нам в своих действиях или энергиях. В этой связи важно учесть, что благодать нельзя мыслить отдельно от Бога, как некую внешнюю для Него силу, обособленную от Него духовную награду, которой Творец одаривает наиболее угодивших Ему людей. Собственно, благодать есть освящающее присутствие Господа Бога в душе благочестивого человека в храме, в таинствах церкви, в святой воде. Когда Священное Писание повествует о чудесных событиях, исцелениях и знамениях свыше, то подразумевает не какую-то безличную энергию, но имеет в виду самого Бога, стремящегося спасти свое падшее создание для вечной жизни. Господь действует вполне свободно по любви к человеку и проявляет себя в сверхъестественных и чудесных действиях. На иконах святых мы видим нимб. Это не аура, биополе или накопленная из астральной сферы энергия, а символическое изображение благодати Божьей, просветивший лик святого человека. Лицо пророка Моисея, когда он спускался с Синайской горы, после общения с Богом и принятия от Него заповедей, сияло неизреченным светом, так что он вынужден был покрывать лицо, поскольку закосневший во грехах народ не выносил этого сияния. Также и сам Спаситель, преобразившись на фаворе пред тремя апостолами, явил свою божественную славу. Его человеческое естество сияло божественным светом, а святой Григорий Палама так и называл благодать нетварным божественным светом. Благодать есть действия Божьи, освящающие и преображающие человека, стремящегося всем существом своим к Богу. В книге Деяний мы читаем о том, как на земле была основана церковь. Святым апостолам, согласно обетованию самого Христа, в 50-й день по его воскресении не спосылается благодать Духа Святого. Она не сходит в виде огненных языков, которые почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. Деяния апостолов 2.3.4 Благодать преобразила и осветила души апостолов, сообщила их в Слову особую силу, соделала мужественными и бесстрашными перед лицом того противодействия, которое встретила вера Христова в непросвещенном мире. Не случайно в Священном Писании благодать именуется огнем. Огонь – это образ Божества, попаляющего грехи, кающихся и наказывающего нераскаянных. Послание к евреям, 12.29. Как огонь подает свет и тепло, так и Божия благодать просвещает и согревает верное Богу душу. Свет, вера и тепло любви – вот что дарует душе благодать Духа Святого. И этот дар по сей день действует в Церкви. Итак, благодать есть особое, освещающее присутствие Божие. Это незримый свет, изнутри просвещающий сердце. Поэтому человек, стяжавший Божью благодать, воспринимает Бога как внутреннюю очевидность, как небесного Отца, который всегда рядом с тобой и пред взором которого проходит вся твоя жизнь. Бог является в душе как истинная любовь, и потому люди, стяжавшие Его благодать, милостивы и сострадательны к ближним. Так что самым врагам желают не гибели или вреда, а вечного спасения душ. Напрасно думать, что можно наполнить свои энергетические каналы Божьей благодатью. Благодать – несотворенная сила, подобная электрической, психической или какой-нибудь иной энергии. Она от вечности была свойственна Богу Троице. А в плане спасения людей есть личный дар Духа Святого. Храм, приведем аналогию, не автомобильная заправка, на которую в бак заливают топливо, достаточная для продолжительного пути. А храм есть место Богообщения. Такое святое место, в котором Бог наиболее доступен и близок ищущим Его людям. Глубокой ошибкой также будет считать, что колдуны или экстрасенсы могут снять с иконы энергию, забрать в храме всю благодать. Их субъективные впечатления далеки от подлинного приобщения благодати. А само их появление в храме Господь терпит лишь по снисхождению к ним и связи с их возможным будущим покаянием. С чудотворной иконой «Все царица», находящейся в Атапецком монастыре на Афоне, была связана такая история, хранимая монастырским преданием. Однажды к иконе хотел приложиться юноша, посетивший обитель, но внезапно был отброшен от образа Богоматери невидимой силой. Тогда он со слезами покаялся перед старцами в том, что занимался колдовством. Так Господь не допустил к святыне человека преданного темной силе и заодно вразумил его всецело порвать с дьявольским увлечением. Сама икона, кстати, прославилась исцелением не только телесных, но и душевных недугов. Исцеление также получили страждущие наркоманией и раковыми заболеваниями. Темная сила боится чудотворных икон, святых одежд или одежд угодников Божьих, потому что во всех них незримо присутствует Божия благодать. Еще важно понять, что нет никакой молитвенной энергии, как полагают некоторые, сконцентрированной возле икон, но есть сама икона, образ Христа, Божьей Матери или святых, и есть молитва Христу, Его Пречистой Матери и Его Святым. Мы предстоим пред Богом и небожителями, они слышат нас и помогают в ответ на чистую и искреннюю молитву. В ответ на постоянную и усиленную молитву Бог являет свое присутствие в этом конкретном месте, которое потому и воспринимается как благодатное, но это не молитвенная энергия, сконцентрированная на иконах, а благодать, являющего себя Бога. Окультист же к Богу не обращается, и потому Господь не являет ему своего освящающего присутствия. Окультист остается вне благодати, этой спасительной нетварной энергии, и потому снять ее с христианских святынь, в принципе, не может. Рассчитывая только на себя и на свои силы, взыскивая в храме не Бога, а энергию, окультист остается внутренне одинок. В самом храме ему душевно тяжело, и если он вдруг захочет постоять на богослужении, то испытывает отчуждение и дискомфорт. Причина этого в том, что он приходит в храм Божий, но не для встречи с Богом, а ради выявления в себе скрытых сверхъестественных сил, то есть для обнаружения в себе своей собственной божественности. В этом есть несомненное кощунство и духовный тупик. Заметим, что Божья благодать подается христианам не для их самоутверждения, чтобы быть сверхлюдьми, не для укрепления авторитета в собственных глазах, повышения самооценки или в общественном мнении, чтобы показать, на что мы способны. Не для манипуляции над окружающими, а по очень простой причине. Эта причина заключается в том, что душа человека не будет полноценной без Бога, что ни одно земное благо или ценность мира сего не утолят жажду нашего сердца. И только Божья благодать вносит в душу радость, гармонию, мир, покой, без которых человек не может быть счастлив. Божья благодать утоляет жажду души, и только она помогает побеждать грехи и соблазны. Душа, расслабленная пороками и страстями, в благодати Божьей обретает неиссякаемый источник силы. Ей учится преодолевать в себе грех, исполнять волю Божию, и, просвещаемая духовным светом, свободно шествует по пути Господних заповедей.